всем привет на моем канале у меня на обзоре недорогой можно сказать бюджетный роутер двух диапазонник totolink вот такой вот маршрутизатор ac 1200 еще он может называться эй 3002 ру вот так выглядит его коробочка здесь преимущество мультиюзер мимо технология полностью гигабитный здесь стандарт передачи вайфая эйси на обратной стороне упаковки мы можем видеть преимущество этого роутера 2 и 4 гигагерца луч также есть 5 герцовый луч здесь до 300 мегабит здесь до 867 мегабит позволяет передавать данные соответственно гигабитный порт комплекте мы имеем здесь вот так вот инструкцию в нашем случае на на украинском где расписано как можно зайти стандартные пароля в принципе стандартный также порт входа totalink точка нет но сейчас мы это все попробуем настройки это все мы зайдем сейчас с ноутбука и проверим сам роутер шнурок как всегда патчкорд блок питания в принципе стандартная комплекция хочу единственно посмотреть блок питания здесь фирменный totalink 12 вольтовый и 1 ампер обычными насти вольтовый блок питания это отлично такой вот он имеет интересный корпус симпатичный здесь индикаторы работы usb порт lan порты 5g 2 и 4g системный и вот такой значок еще вот такая вот интересная структурка у этого роутера здесь вентиляция здесь также вентиляция предусмотрена как и собственно говоря с двух сторон 4 антенны имеем вот так он выглядит выдавайте основное по тому какие же здесь порты есть а здесь есть следующие порты сброс и vps 4 lan порта ван порт питания соответственно кнопка включения и отключения и непосредственно юсби порт через который можно подключить юсби модем либо же использовать его как общий порт для каких-то юсби накопителей из которых можно будет смотреть какие-то данные общие 4 антенны здесь 2 5 гигагерсовый вай фай по 5 децибел и 2 2 и 4 что позволит разгрузить сеть здесь есть функции как повторителя то есть по вай фай мосту может работать перенаправление портов дмз в виде с и пресс также есть сервисы dns хост скан киос и контроль соединения также из сервисе в теперь сервис самбо длил на поддерживать следующие типы подключения статический айпи динамический айпи также ппл е и 5 теперь l2 теперь 802.1 x все он порт и здесь гигабитная все четыре поддерживает он юсби модема антенки здесь несъемная сразу скажу но в принципе поворачивается в любую сторону вполне удобно вес у него 670 грамм давайте же настроим его и проверим и так для настройки маршрутизатора мы соединяем маршрутизатор патч-кордом который идет в комплекте с вашим лан портом на вашем ноутбуке и автоматически у вас включается страница запуска стартовая страница для настройки этого роутер либо же можно подключиться к вайфаю totaling который идет открытой также настроить точно так же с и вашего мобильного устройства с телефона к примеру я же подключусь лан портом рекомендую вам также поступить подключаю он порт и как видим сразу автоматически открою открывается страница с точностью 20 68 . 0 . 1 где мы можем задать свой пароль для входа в роутер это не будет паролем вайфай это чисто пароль для входа в роутер поставим его два раза жмем установить можно пропустить здесь уже заходим со своим паролем который мы только что задали вводим код подтверждения который изображен на картинке попадаем на стартовую страницу этого роутера вот здесь мы можем задать название о вашей сети для 5g пример для 5 гиггцовой она по умолчанию идет totaling at 300 3002 ru и соответственно пароль для сетей он может отличаться поставим название сети нажмем применить и если вы зашли с вайфая то вам нужно будет переконнектиться под новым названием сети и соответственно с новым паролем на роутере напомню если вы подключаетесь под патч кордом то используйте lan порты не ван порт с ван порта вы зайти не сможете они оранжевым цветом здесь можно выбрать режим повторитель мост а вайфай клиент у нас это марш шортизатор и мы снова можем зайти для дальнейшей настройки заходим дополнительные настройки и у нас видов какой порт подключен кабель ланты собственно с которого я сейчас и управляю вот этим роутером здесь видим состояние lan порт 01 по которому можно также зайти и попасть на это меню роутера lan ipv6 далее в основных настройках видим настройки ван подключения здесь можно выбрать следующие параметры dhcp клиент и пи типи пи 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 л 2 теперь держи пи либо динамический айпи адрес в настройках лан мы можем изменить айпи адрес если это необходимо включить dhcp сервер либо отключить его обновить время аренды сделать настройку и привязку через айпи к мак адресу в настройках вилан можно активировать вилан здесь можно увидеть список клиентов которые подключены вот мой компьютер таблица маркетизации ipv6 данные по вайфаю на 5 гигагерцах можно создать еще гостевые сети их может создать до 4 а в диапазоне 5 гигагерц управление доступом vds технология vps и расписание работы сети для каждого дня то же самое есть и по 2 и 4 4 гостевых сети дополнительные настройки управление доступом и расписание работы qs меж сетевой экран фильтрация по мак-адресам виртуальный сервер юсби функции в юсби можно включить дл на протокол запустить самбу либо ftp юсби накопитель техобслуживание можно обновить прошивку она есть на сайте totaling.ru можно сохранить свои настройки установить дату и время пароль также расписание авто перезагрузок чтобы он перезагружался это необходимо для восстановления нормальной стабильной работы статистика и системные команды собственно строек множество но основные это вот здесь задаем режим вашей работы входной сети настраиваем сети вай фай и по большому счету на этом настройка и закончена вот такое видео всем спасибо за просмотр и подписываемся на канал ставим лайки пока удачи удачи Продолжение следует...